Заявители, есть заявление в инфинограмму, веграмму, спросить о слушании делового отсутствия. Есть у кого-либо информация о том, что кто-то из института не делся, но хотел участвовать и опросить по важным причинам? Есть такая же? Нет. Нет возражений о слушании делового отсутствия не делившихся в зрителей? Нет. Нет ответа. У ответа стран тоже. Когда судебная конфликция на месте определила, рассмотрели дело при данной явке участников по обзору. Так докладывается дело, спор, связанное с тем, с оформлением универсальных электронных карт. И заявители, соответственно, со сбором информации, персональных данных, необходимых для опуска и оформления универсальных электронных карт. Вот заявители, ссылаясь на то, что в данном случае это нарушает их право на личную жизнь в том числе, предъявили требование о признании за ней права запрещать заключение договора о открытии банковского счета с целью оформления электронного приложения универсальной электронной картии. Просили признать за имя право запретить сбор, хранение использования и хранение информации персонального характера с целью выпуска карты. Просили обязать заинтересованных въезд не формировать федеральный пакет сведений для персонализации универсальной карты, не передавать данные пакет сведений в уполномоченные органы субъекта федерации и не включать эти данные в федеральный рест универсальных электронных карт. Также просили обязать не формировать региональный пакет сведений и не формировать комплексный пакет сведений для персонализации универсальной электронной карты, не включать эти данные в региональный рест универсальных электронных карт. Суд, оценив позицию заявителей, пришел к выводу о том, что фактически заявители оспаривают не согласны с законодательством, которое предусматривает выпуска и сбор информации персональности. И суд, пришел к выводу, что в данном случае в рамках данного дела, в случае заявленных требований, оно не поддерживает удовлетворение. И, конечно, отказал удовлетворение сведений. С этой позиции не согласились заявители. И в своей жалобе обращать внимание на то, что в праве возражать против сбора покажений персональными данными. И наставить на том, чтобы их возражения были услышаны до того момента, как начнет фиксироваться вот эта информация в соответствующем реестре. И в дальнейшем будет уже использована... Ну, в дальнейшем будет использована. Мы в спешении отменить. Слушаем подателей жалобу, кто будет выступать. Давайте вы проходите на трибуну, потому что у нас микрофон, чтобы было лучше слышно. Секретаристу было лучше вас слышно. У нас есть вот трибуна. Так, вы вызываете еще раз себя Пугачева, да? Я представитель САР Соболя, представитель Стицера Сорчиной и других доверенностей секретаря. Хорошо. Хотела бы обратить внимание к уважаемой коллеге, что для изложения нашей жалобы, к сожалению, не прозвучало для нас очень важное обстоятельство. Пожалуйста. Мы в своей жалобе возражаем против того, что наше исковое заболевание рассмотрено в порядке главы 25 Гражданского процессуального кодекса в связи с тем, что мы считаем, что это грубое нарушение нашего права на судебную защиту. Потому что если уважаемые коллеги прочитают результивную часть решения, она увидит, что он разрешен как спор о праве. Решение звучит отказать в признании права запретить заключение в договоре банковского счета. А во втором и третьем организации мотивировочной части решения Судья говорит о том, что она намерена с этого момента рассматривать это заявление нашей исковое в порядке заявления об обжаловании действий полномочных организаций. Но мы с вами знаем, что глава 25, она не допускает разрешение спора по правилам. И допустим, судья переквалифицировала, или как это правильно сказать, переформулировала наше заявление и стала рассматривать с второго и третьего абзаца мотивировочной части, вот если решение такое схематичное обязательное, как наши права оспаривали, как заявление. Но тогда, если установлено спор о праве, она должна была бы прекратить это рассмотрение. И по аналогии наоборот. Как она может разрешить спор о праве в результативной части, если рассматривает дело в порядке главы 25? Вам не кажется, что это невероятное предотвращение профессуальное, недопустимое? Либо она выносит решение о том, что она... Я услышала вас. Как вы считаете, что нарушена процедура рассмотрения вашего заявления? Да, это является причиной ошибки, судебной ошибки по нашему мнению. Скажите, просто по процессу гражданскому не каждое нарушение влечет отмену решения. Вот скажите, пожалуйста. Итак, вы считаете, что нарушено ваше какое-то материальное право, да? Кто нарушил это право? Наше право материально изложено в требовательную часть нашего ииска. Наше право звучит... Оспариваемое право, простите, уважаемые коллеги. Мы считаем, что ответчики оспаривают наше право запретить заключение гражданской правовой сделки и запретить обработку наших данных в сфере выпуска обществления личности в вегетомительном порядке. Каким образом оформлен этот запрет? Какой запрет? Совершить вами гражданскую правовую сделку. Каким образом ответчикам совершен этот запрет? В какой виде он совершен? Ответчиками оспаривается наше право запрета. Наше право запрета оспаривается ответчиками. Право от запреты, которое формулировано мысль. Потому что они сидят, не признав до сих пор наше право. Как это положено в процессе. Если право признается, простите, оно признается на стадии подготовки дела к судебному министеральству. Выносит определение суда о прекращении дела в связи с тем, что нет спора. Они же формально заявляют, что они наше право признают, но, тем не менее, решение суда мы с вами все считаем, читают, что наше право не признано. Мы не читаем решение суда в результивной части, что отказано в удовлетворении заявления о незаконной, жалобе на незаконные действия у полномочных организаций. Тогда бы было видно, что наш иск не рассмотрен судом, а к материалу дела приобщено определение к эстонной коллегии этого же самого суда, что мы вправе с таким иском обратиться, вынесенное тремя неделями ранее. В этом же самом суде уже был данный. Что мы имеем право обратиться с иском о признании вот именно этих прав, есть конституционное определение коллегии Санкт-Петербургского суда. И в то же время мы с вами и сейчас имеем нестанное решение, в котором праве отказано, а рассмотрено в порядке главы 25. Совместимо ли это? Скажите, пожалуйста, какие права вами не реализованы, в связи с тем, что судом, по вашему мнению, на суде не нарушит порядок рассмотрения права? На судебную защиту, на суде не рассмотрят. Какие еще процессуальные права? Процессуальные, не общее право на защиту, а процессуальные права по всей вашей нарушке? Что лишило вас вот этой возможности, каких доказательств вы представляете? Это лишило нас возможности рассмотрения наших требований о признании права. Рассматривались не наши заявленные требования, а рассматривались заявления, написанные судьей в произвольной форме. Понятно. Но при этом судья разрешила наши искорезультивные части, не рассмотрев его по существу и записав это в решение. Вы понимаете? Она сама написала в решении, что она рассматривает заявление. Это прямо второй и третий абзац решения. Заявление об обжаровании действий. Я поняла, что еще на что-то хотите обратить? Также я хочу обратить внимание суда, что в изложении нашей традиционной жалобы, к сожалению, не прозвучал очень важный момент о том, что на самом деле ответчиков, по нашему мнению, и нас, и СОВ, все-таки связаны с гражданско-правовой отношением. Потому что наш иск о признании права заключить гражданско-правовую сделку с целью выпуска УЭК в уведомительный порядок. Такой проблемой не встает, когда УЭК выпускается в заявительный порядок. Когда какой-то гражданин приходит в полномочную организацию и подает заявление о выдаче ему УЭК. Тогда все хорошо. И договор банковского счета заключается гражданинами, затем происходит персонализация, потом активация, и все прекрасно. Но в 2010 году в российской газете была опубликована не только статья 25 входящая в поставку этого закона, но и статья 26, которая предусматривает выпуск УЭК в уведомительном порядке. То есть таким образом нам заявлено, что организации, на которые государство возлагает свои функции частично, предполагают... То есть они не сделали это сразу в 2010 году, мы об этом не говорили. Они просто нас предупредили, что они предполагают это сделать в 2014-м, заключить от нашего времени договор банковского счета, для того, чтобы указать на УЭК в обязательном порядке визуально, мы вообще вместе не касаемся наполнения электронного носителя. Мы говорим о визуальном указании номера банковской карты кредитной, не предоплаченной, а кредитной, на нашу универсальную электронную карту. Как при наличии закона о национальной платформе системе, при положении Центробанка 266 можно сформировать номер кредитной карты до заключения договора банковского счета. Это невозможное преступление. И это было признано ответчиками в деле, протокол, копия которого приобщена к материалу настоящего дела. Они признают, что да, в действительности, в случае оформления карты в депутатическом порядке, они вынуждены действовать таким образом, то есть заключать договор банковского счета от имени гражданина. Но гражданин, узнав об этом, то есть истцы, подали запрет на такие действия. И совершенно логично было бы в рамках статьи 183 Гражданского кодекса, статьи 1 Гражданского кодекса и 421, это право признать не только на словах, но и на деле. То есть позволить ему реализовать без каких-либо ограничений, какими-то временными сроками, которые на самом деле имеют отношение не только к материальному носителю информации об этом договоре. Ведь 60 дней относятся только к отказу от получения носителей информации. А наш лист направлен на запрет формирования содержания информации. Мы вообще не касаемся отказа от носителей в этом месте. Потому что мы прочитали статью 5 этого закону, уважаемые коллеги, в которой написано, что мы вправе выбрать форму получения получения. Это основной причиной на вопрос услуги. Что человек выбирает, в какой форме эти вопрос услуги получает. Мы выбрали. Мы выбрали не электронную форму. И с этого момента зачем нам электронный носитель к нашей информации ключ к получению нами же услуг в электронной форме? Зачем к нам применять главу 6? Мы продолжаем прочитать статью 5, мы дальше этот закон не читаем. Мы сделали свой выбор, взяли в руки Гражданский кодекс, Конституцию и закон о персональных данных, который регулирует отношения не электронные. Понимаете? И поэтому в данном случае мы хотели, чтобы суд нас услышал и применил в нашем деле и главу 6, в которой говорится о выпуске носителя уже сформированной информации. Потому что персонализация карты происходит до выдачи нам. Как заявительный, так и в ужедомительный порядок положено. Так не бывает, что человек получил карту оформленную в уведомительном порядке, а потом на ней вывели номер банковской карты каким-то там тиснением. Нет! В уведомительном порядке мне и вам, если вы будете так получать эту карту, выгоду уже с номером банковской кредитной карты. А вот если мне... А что это мы услышали до вас? Еще на что хотите обратить внимание? Также мы хотим обратить внимание на то, что никогда в истории человечества ни одному человеку не оформляли удостоверение личности в уведомительном порядке. Не важно, потому что человек носитель своего имени. Он хозяин своего имени. Если сегодня меня зовут Анна, а завтра я захочу называться Ольгой, то это мое право, и я прихожу к какому-то государственному органу и себя называю. В данном случае речь идет о том, что я не вправе запретить оформить удостоверение моей личности в уведомительном порядке, узнав об этих намерениях в 2010 году. И, оказывается, могу это сделать только на стадии отказа от получения носителя этого удостоверения, уже оформленного. Потому что универсальная электронная карта – это не только электронное удостоверение, оно еще и просто удостоверение, потому что на нем написано визуально, фамилия и вовсе. Это тоже понятно. Также хотелось бы обратить внимание на то, что активация банковского приложения и персонализация карты – это разные понятия. Персонализация происходит до выдачи карты в уведомительном порядке на рост гражданина. А активация – это запуск уже готового персонализированного продукта. А по положению центрального банка персонализацией кредитной карты является нанесение на нее визуально и ее электронные носители согласованными между сторонами договора банковского счета информации. Хорошо. Это было тоже понятно. Еще что-то так сказать. Так же хотелось бы сказать о том, что… Ну, в общем-то, наверное… Сейчас, извините, пожалуйста. Хотелось бы обратить еще раз внимание коллеги на то, что наш иск не касается вообще тех административных отношений, которые регулируются законом область услуги. Наш иск именно о запрете совершения гражданскопроводных сделок и о запрете обработке данных для оформления применения личности. – Слушайте, садитесь, еще кто-то? – Вот, у нас, конечно. – Поддерживаю протокол, что вы поддерживаете. – Да, понятно. – Ну, конечно, это шибарь, и все не будет. – У нас все же самые… – У нас все же… – У нас все… – Уважаемый суд, ну, у вас в Шибарь, и в Шибарь, и в Шибарь, и в Шибарь, правоурегулирования, существующего в этих федерациях, а это совершенно иной порядок, который уже в этом году в суде в рамках рассмотрения аналогичного дела по аналогичным требованиям, а не предмет настоящего иска. В настоящий момент все процедуры, связанные с выпуском универсальных территорийных карт, выделиваются федеральными законами государственных в организации предоставления государственных муниципальных условий, статьями 25 и 26, которые достаточно четко и понятно указывают, какие сроки предоставлены гражданам для получения универсальных территорийных карт. А в 2017 году, в том числе, в ручках, в разную сферу, как университет, нельзя включать. Да. Для этого, не просто нельзя включать, они не хотят, чтобы обрабатывать персонально информацию, совершенно верно. Вот это я не пытаюсь выключить. Это, уважаемый суд, да, это довод абсолютно ясен, и данный закон предоставляет срок 60 дней, в момента предприятия и извлечения субъекта, о начале выпуска карты, в течение которого граждане имеют право отказаться от получения данной карты. Субъекты не собираются, в данном случае не идет ни сбор средний, так как они запрашиваются и в соответствующих судах, значит, и в налоговом инспекции. То есть, этот период 60 дней предоставлены федеральным законам, как раз для того, что граждане, так и в персональной данной, естественно, не думают на порядке, да, без следов, без согласен, кто собирать не хочет, и тратить на эти бюджетные средства тоже никого желания нет, соответственно, этот срок предоставлен для того, предоставлены федеральным законам, для того, чтобы граждане имели возможность отказаться от универсальной электронной карты, возможно, вот, и все очень активно используют это. Я понимаю, что сбор и конец, что же. Да, и все просто очень активно. Отказываясь от получения карты, они этим самым отказываются от сбора информации, совершенно верно. Вы совещают сбор информации и обработают информацию. Совершенно верно. Просто ИСЦ пользуются неточными формулировками закона, к сожалению, мы правую, как-то, технику не можем здесь оценивать, говоря о том, что данный отказ не влечет. Однако могу в абсолютной точке говорить, что этот срок предоставлен как раз для того, чтобы в этот период, в данном случае, организация, с представителем которой ИСЦ не собирала никакие сведения на данный граждан, потому что это достаточно тяжелый, трудоемкий процесс, на это тратятся бюджетные средства, и поэтому закон выделил это кто, как раз для того, чтобы были получены обработаны заявления тех людей, которые не хотят, чтобы на них выбирали сведения, на них упускалась карта с банковским приложением, о которых сейчас идет речь, и каким-то иными словами эти данные обработаны. Хорошо, это позитивный момент. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, что-то важное, но не нашло отражения на решение суда. Вы знаете, что это суда, вы знаете, что это суда. Ведь тут все отразится. Суд рассмотрел три аналогичные дела, два из них уже были предметом осмотрения городского суда, удовлетворение для требований было отказано. В принципе, дело изучено достаточно подробно, потому что в данном случае, в рамках данных конкретных требований стоп, они говорят о банковском приложении, но оно является неотъемлемым средством и приложением к универсальной электронной карте. Оно не активируется, не появляется как-то извне вне зависимости. То есть, если гражданин не получает универсальную электронную карту, никакие договоры банков не получают. Кроме того, строго, вот эти 60 дней, о которых сейчас я говорю, они не наступили. В данном случае не на публикованное извещение субъекта, а защита прав граждан на будущий период, потому что в данном случае, вот на данный конкретный момент времени, их права никто не нарушает, времени не собираются, просто не реализуются в настоящий момент, за счет период не наступил во времени. Поэтому реализация, как-то и со стороны полномочной организации, просто мы ждем публикации освещения субъекта, чтобы иметь возможность именно снять сборы с данными введениями граждан и иметь дальнейшую работу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Спасибо.